Прогноз более чем оптимистичный, в этом сходятся все эксперты. Туриндустрия в нынешних условиях переживает небывалый подъем. И кризис экономический, отрасли нипочем, а политическая ситуация так и вовсе на руку. Федеральный центр делает ставку на развитие внутреннего туризма. Краснодарский край уже сейчас бьет все рекорды и превращает самые смелые прогнозы в реальность. Сейчас идут такие продажи, как будто лето продается, сейчас и межсезонье с такой скоростью продается. И фактически весь номерной фонд, ликвидный, который есть, он уже продан, он еще в прошлом году был продан. Сейчас можно купить места либо в частном секторе, либо у туроператоров. Не хватает номерного фонда, поэтому сейчас идет тенденция к строительству новых гостиниц, новых сетей. И самое главное для нас это повышение качества обслуживания. Панапи хороший пример, я благодарен главе. Они поработали с инвесторами, федеральные деньги пришли, и канализационный коллектор по Пионерскому проспекту почти построены. Два водовода сейчас одновременно строятся. Поэтому инфраструктура улучшается. И я думаю, чем быстрее она будет строиться, тем больше гостиниц можно будет построить. Анапа не только хозяйка выставки, но и во многом ориентир для других курортов. В пример, опыт нашего города сегодня приводили не раз. Сергей Сергеев всех секретов будущего сезона не раскрывает. Помимо подготовленной инфраструктуры, гостей ждут и другие приятные сюрпризы. Культурная программа будет связана с объявленным годом Греции в России. А если говорить о досрочных перспективах, то глава города уверен, Анапа должна сохранить за собой статус детского курорта. Сегодня надо срочно повернуться к детскому отдыху и субсидировать строительство детских, лечебных и курортных учреждений. Потому что мы их столько потеряли за последние 20 лет, что просто цифра не подается никакому анализу. Поэтому сегодня в первую очередь надо подумать об этом. Потому что субсидировать просто отдых, вы услышали, Евгений Владимирович сказал, в два-три раза спрос превышает сегодня предложение. А вот детский отдых – это очень серьезно. И вот в этом направлении, я думаю, потерять Анапу нельзя. Еще одно направление, которое активно будут развивать в крае. Оно полностью совпадает и с планами властей Анапы. Курорт должен быть, если не круглогодичным, то по крайней мере максимально использовать свой ресурс в межсезонье. Начать с крыльев сезона – это апрель-май, сентябрь-октябрь. Поэтому основные знаковые мероприятия, на которые приезжают тысячи людей, нужно проводить не в майские праздники, а в межсезонье. Потому что в майские праздники люди приедут и так. Это будут развлечения стандартные, но какие-то знаковые, конечно, надо проводить в межсезонье. И сейчас под это заточены все органы власти. Еще одна тема, которую активно обсуждают и в кулуарах, и на самом высоком уровне. Выдержит ли кошелек потенциального туриста стоимость услуг этого сезона? В профильном министерстве намерены в среднесрочной перспективе увеличить предложение. Чем выше конкуренция, тем более адекватная цена. А помогать власти будут тем, кто пришел всерьез и надолго, и намерен работать по правилам. Если не будет повышений на энергоносители, на продукты питания, ну и на расходные материалы, которые используются в здравницах, то наши бизнесмены, мы задаем всем вопросы, планируют поднять цены до 7%. Анапа еще не использовала весь свой потенциал, и у нее есть прекрасные возможности для развития. Уверены эксперты. Профессор Умберто Салеменя впервые в России приехал специально на нашу выставку. Он уверен, все проблемы можно решить, просто люди разучились слышать друг друга. И поможет нам курортная дипломатия и солнце Анапы. Курортная дипломатия победит. Всегда победила. Почему? Если мы видим историю курортов, от Римской империи до сегодня, до Яльта, можно сказать, всегда люди встречались на курортах, глава государства встречались на курортах, и там договорились более-менее. Я очень рад, что я приехал здесь, сюда, от Всемирной федерации курортов, потому что мы слышали много докладов от ваших представителей в Анапе, разные места в Казахстане, в Японии, в Китае. И они всегда выступали, но я не думаю, что так солидно выглядит. Спасибо. Уже сегодня можно сказать, что эта, 23-я выставка, имеет все шансы стать одной из лучших. Только в первый день ее посетило более трех тысяч человек. Свои экспозиции развернули почти полторы сотни участников со всей страны. Выставка «Анапа. Самое яркое солнце России» продлится до конца недели.